Эфир ТВ21 продолжает деловая среда. В студии Илья Комлев. Здравствуйте. В Кольской ГМК стартует мотивационная программа Норникеля «Цифровой инвестор». Ее участники получат средства на приобретение цифровых финансовых активов компании. По условиям программы, каждый сотрудник, трудоустроенный не позднее 1 января 2022 года, может получить средства на покупку Майн-токенов. Сумма напрямую зависит от стажа, а стоимость цифровых финансовых активов будет привязана к стоимости акции Норникеля. Мы знаем, стоимость одной акции Норникеля сегодня – это около 15 тысяч рублей. Так, сотрудникам со стажем более 20 лет выдается сумма на покупку 10 цифровых финансовых активов, то есть порядка 150 тысяч. Норникель – сильная компания. Мы предполагаем, что стоимость акций через 5 лет может вырасти. Это значит, что сотрудник может получить сумму больше, чем ему выдавали на приобретение цифровых финансовых активов. Но важно понимать, что стоимость пакета сотрудника может как увеличиться, так и уменьшиться по сравнению с изначальной. Почему важен срок 5 лет? После этого компания выкупит у сотрудников Майн-токены, на их счете появятся деньги, равные стоимости акций на тот момент. А пока, приобретая цифровые финансовые активы, сотрудники получают право на ежегодные выплаты, приравненные к размеру дивидендов по акциям Норникеля. Их можно будет тратить на личные нужды или инвестировать в дополнительные Майн-токены. Мы делали его очень долго, потому что это проект инновационный на рынке. Аналогов нет в России вообще этому проекту. Это, по сути, новый способ, новый инструмент такой мотивационный для наших сотрудников, для нашей организации. И это настолько новая область. Я надеюсь, что перспективная. И мы сейчас делаем только первый шаг в реализации этого проекта, дающая возможность сотрудниками стать, по сути, бенефициарами бизнеса компании, почувствовать себя действительно частью большого-большого норникеля. Неважно, ты работаешь в санатории Заполярье или ты работаешь в большом заполярном филиале. Через год после приобретения цифровых финансовых активов сотрудник сможет их продать, но только внутри компании, другим сотрудникам. Все операции купли-продажи Майн-токенов будут совершаться при помощи распределенных баз данных, содержащих информацию обо всех транзакциях – технологии блокчейн. Хотелось бы отметить такой аспект технологии блокчейн, как безопасность. Почему на это обращали внимание с самого начала при создании технологии? Потому что в блокчейне есть достаточно большое количество игроков, которые пользуются блокчейном, но не доверяют друг другу, не знают ничего друг о друге. И им необходимо понимать, что действительно их активы находятся в безопасности. Транзакции, которые они проводят, действительно безопасны. Никто извне не может вломиться в эту транзакцию. Для участия в программе есть два условия. Нужно открыть зарплатный счет в банке-партнере и зарегистрироваться на блокчейн-платформе, где будут происходить сделки. Анализ Кеникель взял на себя роль имитента. Важно отметить, что в рынке цифровых финансовых активов основные роли – это имитент и инвестор. Между ними находится платформа. И доверие инвесторов – это, в первую очередь, взгляд на того, кто является имитентом. Так вот, Анализ Кеникель выбрал для себя несколько ниш, в которых примерил роль имитента от цифровых финансовых активов. Первая роль работает с социальными мотивационными программами в Анализ Кеникеле. Она ориентирована на широкий круг сотрудников всей группы компаний. И через цифровой финансовый актив передается экономический доход от деятельности компании к каждому сотруднику. И в этом отношении Анализ Кеникель задал новый тренд на рынке, наверное, инструментов мотивации и поощрения для сотрудников акционерных обществ. Итак, для компании новая программа – способ заинтересовать сотрудников в результатах общей работы. Для сотрудников – дополнительный доход и возможность изучить новый финансовый инструмент без рисков. Ведь собственных средств, цифровые финансовые активы, они не вкладывают. Программа реализуется поэтапно. Покупка цифровых финансовых активов запланирована на первый квартал 2024 года. А пока в Кольской ГМК. Тренеры проведут встречи с коллективами и ответят на вопросы сотрудников, как инвестировать в Майнтокены. Такой выдалась деловая среда. С вами был Илья Комблев. Удачи и до встречи.